Форум регионов стал плясовкой для встреч на самых разных узровнях и в самых разных сферах. Шляхи далечего супрацовництва обмерковывали вытворцы, навыковцы, кероники агропромыслового комплекса «Экологи». Минавито в эти дни у Гомеля прошло другое посаджение Белорусско-Украинского Днепровского бассейнового совета. У обедей украины работа по суместному выкороставанию к этой ракете только начинается, але уже есть разумение, что необходимо делать и каким чинам. Почас посаджения, баки констатуют, значных проблем не иснуе, але есть питания, которые потребуют больше деталевого выучения, начиная от выкороставания грунтовых вод приватными предпринимальниками. Эта тема особливо актуальна для украинского боку. Есть забор воды, подземной особенно воды. Могут образовываться разные негативные воздействия в виде формирования подземных воронок. Если это, опять же, сбросы, то возникает вопрос, куда те люди, которые забирают воду, куда они ее потом фактически сбрасывают. Либо это очистные сооружения, либо они это делают где-то нелегально. Для проведения пирамов у Гомрии задейничали неколько плясовок. Тут и областный громадско-культурный центр и манеж «Динамо», по которым можно было познаемиться не только с потенциальными партнерами, а и вырубляемой ими продукцией. На час работы форума спортивный, легкоатлетичный манеж «Динамо» стал выставочной плясовкой. Своей экспозицией разгорнули больше 180 предприемств в обеде в Украине. Два дни демонстрации левшей продукции, сустреч и деловых пирамов. Почас форума знайсти новых партнеров можно было у любой сферы. На шматриких стендах и продуктах харчевания, и бурштин, и обсталевания для так званой зеленой энергетики, мобильные, солнечные, зарядные устройства и батареи. Эта тема затекавила многих наведыванников. И хоть конкретные контракты украинского творства почас форума не заключали, але новые деловые совести наладили. Мы обменялись с очень многими координатами. Очень заинтересовано несколько предприятий, которые имеют большие производственные здания, чтобы совместно построить солнечные станции на крышах, эффективно использовать, при этом генерировать электроэнергию и выйти на элемент экономии электроэнергии, которая потребляется уже с обычных сетей. То есть есть уже такие вот обменялись контакты. Не могу сказать, что заключены на сегодняшний день договора, но я думаю, это в процессе. Еще одна буйная выставочная пляцовка, которую организовали до первого форума регионов Беларуси и Украины, была разгорнута на центральной площади Гомеля. По экспозиции больше 101 буйнокабаритной техники белорусской вытворчести тут так само проходили деловые состречи, выником которых стало подписание походнению о супрацовнестве. Акционерное товариство Гомсеймаш уже в мае в Украине совместное предприемство по сборству зернеубочных комбайнов. Теперь это супрацовнество будет поширено. Был подписан дилерский договор с компанией «Украфтаторг», которая входит в состав компании «АИС». Также было подписано тройственное соглашение между Гомсеймаш, «Украфтаторг» и компанией «Южмаш». Первый этап – это поставки готовой техники дилеру, а далее будет рассмотрен вопрос о создании совместной сборки на базе «Южмаш». Усу вези с тем, что контракты подписывались на розных плясовках, по кулих докладную огольную сумму назвать тяжко, а гуча лица лечба у 100 миллионов долларов, а ли на некоторых предприемствах такая информация относится до коммерциальной тайны. По любым выпадку можно стверждать, что краины зарабили значный крок до ваконания поставленной президентами Беларуси и Украины задачи до вести огольный товароборот до 8 миллиардов долларов. Олег Чинчуров, Валерий Копанько, Телераду, компания «Гумель».